91 год исполняется газете Нарьяна Виндер. Несколько десятилетий назад на разворотах старейшего печатного издания Заполярье журналисты рассказывают о жизни в глубинке и людях, которые трудятся на благо Ненинского округа. Два года назад в Нарьяшке появилась новая рубрика «Проба пера». Материалы для нее готовят те, кто только начинает свой путь в журналистике. В следующем материале расскажем о юнкорах, школьниках, которые уже выбрали будущую профессию. Новые установки начали тестировать. Узнать, что такое БЗ или Синхрон, поприсутствовать на монтаже новостного выпуска или вовсе попасть в съемочный павильон и попробовать себя в роли телеведущего. Обо всем этом ребята юнкоры еще пару лет назад могли только мечтать. Но кто сказал, что мечты не сбываются? У меня есть мечта стать телеведущей, любимой всеми известной программы «Орел и Решка». После просмотров, выпусков этой программы, я очень загорелась. Мне стало интересно, каково это, как вообще проходит сам процесс съемки. Ксения Чиповская и Мария Хабарова – одни из частых гостей в нашей телекомпании. Школьницы очень серьезно увлеклись именно тележурналистикой. За два года существования клуба юнкоров попробовали себя и в работе на выездных съемках, и в студии, и даже на радио. Здесь проходят прямые эфиры, здесь мы записываем новости, программы. Впрочем, некоторые ребята больше увлеклись газетной журналистикой. Одна из них – Юлия Левашова. В клубе инкоров девушка с даты его основания, говорит, за это время научилась многому. Освоила базовые навыки ведения интервью, узнала, как точно и метко озаглавить любой текст. Знания помогли стать пресс-секретарем одной из общественных организаций. Меня заметил региональный координатор Мария Баширова, предложила стать пресс-секретарем. Я согласилась, потому что это реально интересно. Да, у меня все хорошо получается. Занимаются ребята раз в неделю. За юными журналистами закреплены кураторы, которые и обучают школьников о замвладении пером. Кстати, в газете «Нарина Вендер» уже появилась собственная колонка юнкоров. Она называется «Пруба пера». Мы, конечно, очень благодарны нашим коллегам с ВГТРК «Поморье», с телеканала «Север», с НАУ-24, что они нам помогают заниматься с ребятами. Сейчас у нас есть очень интересная новая инициатива, чтобы эта страничка выходила на ненецком языке. Мы понимаем, что это еще один дополнительный труд, но дело того стоит. Публикации на ненецком языке – важная часть регулярной работы по сохранению родного языка коренных и малочисленных народов Севера. Ведь сегодня проблему утраты устной и письменной речи ненцев обсуждают все чаще. По позиционированию ненецкого языка, сохранению его языка, передаче знаний от старшего поколения, младшему поколению. То есть все мы, каждый на своем месте делаем огромную работу для того, чтобы удержать процесс утраты ненецкого языка. Как только появилась инициатива, нашлись и первые желающие. Студентка социально-гуманитарного колледжа Юлия Бобрикова родом из Омы, родственники девушки, носители ненецкого языка. Я бы хотела рассказать и показать зрителям и читателям, как на самом деле живут в тундре, как кочуют. Потому что я сама в начальных классах каждое лето ездила в тундру и кочевала вместе со своей семьей. Примечательно, что в этом году три выпускницы клуба юных журналистов поступили в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, Архангельска и Сыктывкара. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Леонид Шишелов и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.